Здравствуйте! В эфире программа «Лицом к лицу». Меня зовут Сергей Чернышев. Высший специализированный суд по рассмотрению уголовных и гражданских дел выпустил из-под стражи пограничника Сергея Калмогорова, осужденного к 13 годам тюрьмы по обвинению в убийстве женщины в 2014 году под Мариуполем. Далее будет назначено рассмотрение дела в суде первой инстанции. Как верховный главнокомандующий болел и болеет за судьбу Сергея Калмогорова, хорошо, что суд принял решение о пересмотре его дела с учетом всех сложных обстоятельств. Война – это суровое время, и не мы ее начинали, и каждая потеря нам болит. Иногда и сама Родина должна принимать под защиту своих защитников, отреагировал президент Украины Петр Порошенко у себя на страничке в соцсети. О защите наших военнослужащих мы и поговорим с нашим сегодняшним гостем Виктором Шедлюхом, полковником Вооруженных сил Украины, офицером Генерального штаба, заместителем командующего сектора М в 2014-2015 годах. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. Очень было много аргументов со стороны прокуратуры, как обвинителей, так и защитников в деле Сергея Калмогорова. Оцените решение суда, как вы восприняли решение, которое высший спецсуд в итоге и принял. В тех условиях, которые и в той позиции, в которой оказался суд, он абсолютно грамотное законное решение принял. Потому что фактически Сергей Калмогоров остался без защиты на этапе касационного рассмотрения. И поэтому в дело вступили новые защитники уже в касационной инстанции. Поэтому сложно было менять саму касационную жалобу, сами причины, по которым она была подана. Но в деле имели место грубейшие нарушения основоположных прав и свобод человека. Такими нарушениями есть право на открытый суд, и рассмотрение, вот это основоположное право, которое было нарушено, и грубые нарушения процессуального законодательства, которые как раз... Вы имеете в виду решение суда первой инстанции? И первой, и второй инстанции. И апелляции. Первая инстанция рассматривала в суд, рассматривала дело в закрытом режиме. Вторая инстанция, это апелляционная инстанция, она не обратила внимания, что не было никаких доказательств того, никаких оснований проводить дело, рассматривать дело в закрытом режиме. И поэтому многих аргументов, или вообще всех фактически аргументов Калмогорова, она не восприняла, вторая инстанция. И поэтому дело было передано в касацию и рассматривалось касационной инстанцией. Давайте разберемся по порядку. К 13 годам лишения свободы приговорили пограничника Сергея Калмогорова. И главные аргументы от генеральной прокуратуры и главный военный прокурор Анатолий Матиос и генеральный прокурор Юрий Луценко высказывали то, что не все так однозначно. Что тогда открыл огонь Сергей Калмогоров по автомобилю, который ускорился. Что на самом деле никакого блокпоста не было. И выстрел мог производиться без предупреждения. Не было предупредительного выстрела. Что он открыл огонь на поражение чуть ли не сам. А на самом деле, знаете ли вы, как было на самом деле? Да, знаю. Я знаком с делом. Это абсолютный абсурд. Потому что на самом деле открывало огонь по автомобилю 9 человек в общей сложности, когда вот этот инцидент произошел. Все пограничники? Все пограничники, да. Был приказ на то, чтобы остановить автомобиль. И поэтому чисто с юридической точки зрения, когда действия всех девятерых и командира вызнаны, они прокуратурой, прокуратура сделала вывод, что они правомерные эти действия. Не может быть, что один человек выпал из этого ключа. То есть и он совершал правомерные действия. А как тогда определили, что именно Сергей Калмогоров попал? Ну, прокуратура считает, что есть данные экспертиз, которые свидетельствуют... Дело не в том, что попал. Применять оружие имели право военнослужащие. В том деле элементарно нету следственного эксперимента, который должен был отследить все, кто где находился, кто что делал. Поэтому, вы знаете, и суд принял правильное решение для того, чтобы рассмотрели все доводы сторон. На самом деле Калмогоров был лишен права заявлять... Я еще хотел уточнить по Сергею Калмогорову. Как я понимаю, все это время он сидел в следственном изоляторе. Сначала, когда дело начиналось, Сергей Калмогоров участвовал в нем в качестве свидетеля. Помогал следствию, участвовал. Потом вдруг что-то изменилось. И Калмогорова избрали ему... А как он стал обвиняем? ...меру пресечения. И, ну не знаю, какой мотив толкал на то, чтобы там много очень неправды. Много фактов перевернутых. Поэтому говорить о том, что правомерно это действует, не приходится. Потому что закрывать глаза на очевидные вещи, когда был приказ, называть его не приказом, а просьбой, ну это несерьезно. Разъясните, был ли там блокпост и мог ли он применять оружие? По тактике применения, по тактике применения подразделений государственной... То есть погранслужбы? Погранслужбы. Блокпост может быть и временный. Там был пост, который непосредственно стационарный находился. И вблизи этого стационарного поста в районе, где он действовал, заметили подозрительные действия со стороны автомобиля, который подавал сигналы, по словам... И ускорился в итоге. Который предварительно подавал сигналы, а потом, когда он возвращался уже с того места, откуда, по мнению пограничников, он подавал сигналы, на его пути по приказу офицера стали несколько военнослужащих и по пути пытались заставить его остановиться. Сначала жестами демонстрировали, чтобы он остановился выстрелами в воздух. После того, как автомобиль вместо того, чтобы остановиться, он ускорился и начал передвигаться в сторону военнослужащих, по нём было применено оружие для того, чтобы остановить этот автомобиль. Я так понимаю, что вы полностью довольны решением высшего спецсуда, нынешним решением, тем, что отправили в суд первой инстанции. Из тех доводов, которых исходила сторона защиты, она не выкладывала всех доводов, она основные доводы выкладывала для того, чтобы не затягивать дело. Суд вынес единственно правильное решение. Это объективно. И ещё хотел бы сказать насчёт того, как далее действовали военнослужащие. Военнослужащие далее оказывали помощь потерпевшей, доставили её в больницу. Поэтому сама ситуация обвинения их в умышленном убийстве является абсурдной. Вот такие очевидные вещи, они легли в основу отменения приговора. Давайте следить за судом первой инстанции. Дальше, я так понимаю, у нас длинное судебное разбирательство. Возможно, будет и следственный эксперимент. Как вы говорите, что его не было. У меня вопрос вообще по защите военнослужащих, которые могут или не могут применять огнестрельное оружие. Например, ситуация с военной частью в Одессе. Совсем недавнее событие, когда неизвестные приезжают, разбирают забор по заявлениям вооружённых сил, разбирают забор, увозят имущество этой части. Национальная полиция говорит, что это никакие неизвестные, это абсолютно известные строители, которые там работали. Но почему-то на видео они были в масках. И тем не менее, здесь можно ли это квалифицировать как нападение на военную часть? И могли ли те, кто был в карауле, применить огнестрельное оружие? Либо они просто, зная про ситуацию с Калмогоровым, подумали, ну а зачем применять? Лучше сейчас не применить и получить какой-то выговор, чем потом получить в перспективе 13 лет лишения свободы. В вопросах правовой защиты военнослужащих мы абсолютно солидарны с нашими побратимами, с Государственной пограничной службой. И Генеральный штаб, и в том числе Государственная пограничная служба, они защищают своих военнослужащих и будут защищать их незаконные права. Вопрос, он скорее лежит не в том, что недостаточно норм правовых, законодательных, которые не защищают или защищают военнослужащих. Их достаточно. Эти нормы защищают военнослужащих. Это однозначно. Другой вопрос, что их не применяют определенные органы, суды. Они просто не обращают внимания на нормы законодательства, ищут какие-то лазейки для того, чтобы сделать вид, что их не существует. Ну вот я пример привел. Именно в конкретном примере вопрос не в правовом поле лежит даже, потому что та информация, которая была доведена до людей, она является неправдивой. Доведено до людей было то, что там был пост караульной службы. На самом деле поста караульной службы там не было, а было патрулирование. Очень абсурдно выглядит ситуация, когда вы говорите, что были нападающие, то есть люди, преступившие закон, и которых нужно найти и привлечь к уголовной ответственности. Об этом говорилось заявление вооруженных сил. И это говорит прокуратура. А в это время никто их не разыскивает. Уголовное дело по ним не возбуждено. Так вот вопрос. И то же самое полиция заявляет, что там никаких нарушителей не было. Это были обыкновенные строители. И забор стоит дальше, там, на том месте, где они установили. В тех условиях военнослужащий, который нес патрулирование, не имел права применять оружие. Почему? Потому что имеются ограничения по применению оружия в городе, и в том числе правовые ограничения по применению оружия, если не угрожает военная часть. Но если нет угрозы военным объектам, а военные объекты – это непосредственно не забор, а то, что находится внутри воинской части. На аэродроме – это постройки, это самолеты, это различные объекты, военные объекты. Техника, вертолеты, техника. А уже спор о земле – это гражданско-правовые взаимоотношения. И военнослужащие в этом случае правомерно сообщили в правоохранительные органы. И причем самое интересное, что применять оружие в том случае, когда правоохранительные органы были вместе с вот этими людьми, которые прибыли для переостановки забора, находились в балаклавах, то о каком применении оружия может идти речь? Все правоохранительные органы были уведомлены. Более того, этот конфликт начинался за месяц до того, как произошло это непосредственное событие с забором. То есть в городе применять нельзя? Нельзя. Есть ограничения, да? Да. Можно применять, когда есть непосредственная угроза жизни. Жизни, здоровью и военному объекту, который он охраняет как патрульный, непосредственное нападение. А очевидно, что нападения на объект не было. Было спор о земле. Причем заявляли о том, что нужно перенести забор, есть у них какие-то решения. Поэтому в этих случаях чинить самосуд какой-то, расстреливать, это глупо просто. Поэтому есть правоохранительные органы. Это никакой не захват воинской части, как пытаются аналогию построить с Крымом. Это элементарный спор о земле, который не разрешен до сих пор. И почему-то не собирается, никто разрешает его. Странный спор о земле, когда разбирают забор. Да, поэтому, да. Ну и реальный спор о земле, которых тысячи в Украине. Наверное, даже я маленькую цифру назвал. Тут сложно не согласиться. Почему тогда военная прокуратура делает виновными, называет виновными командование части, если все было сделано правильно, были уведомлены правоохранительные органы, я так понимаю, что у нас полиция была уведомлена, оружие применять было нельзя, как вы разъяснили, почему тогда командование части сейчас означают виновными? Это вопрос к прокуратуре. Почему такие противоречия вообще имеют место? Почему неправда, она озвучивается в эфире? Это вопрос не к нам, это к тем, кто озвучивал, и который вот эти меры пресечения избирал военнослужащим, и в том числе инкриминировал им те или иные нарушения, и уже делал выводы о том, как и какие сроки должны они понести наказание. Виктор, очень коротко, хотелось бы услышать сейчас, военнослужащие защищены ли законом? Да, военнослужащие вместе с той же, с государственной пограничной службой, с службой безопасности Украины, они как единое целое, и в этот момент пытаются каким-то образом посеять рознь, не будет такой розни, потому что нас объединяют боевые условия, и те времена, которые мы прошли вместе. И так будет всегда. И главное, что мы объединены с нашим народом, который защищает нас, как в деле Калмогорова вы наблюдали, как это было. Спасибо, Виктор, за ваше разъяснение. Я напомню, что гостем программы «Лицом к лицу» был Виктор Шедлюх, полковник вооруженных сил Украины, офицер генерального штаба, заместитель командующего сектора М в 2014-2015 годах. Скоро увидимся, не переключайтесь, смотрите UATV. Субтитры создавал DimaTorzok